Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаева-Черкесия». События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Сегодня глава Карачаева-Черкесия Рашид Тимрезов провел заседание Оперштаба, в ходе которого была рассмотрена текущая эпидемиологическая ситуация. В настоящее время в республике наблюдается тенденция к снижению распространения заболеваемости. Уменьшается количество госпитализации, в том числе и среди детей. Снижается и число вызовов скорой помощи, при этом высокими остаются охваты ПЦР-тестированием. С сегодняшнего дня школьники Карачаева-Черкесии вернулись к кочному формату обучения. Возобновилась плановая госпитализация для стационарных пациентов. Также сегодня в городскую больницу Черкеска поставлен кислородный концентратор для собственной станции на 2 тонны кислорода в сутки. Вторая кислородная станция появится в апреле в Уджигутинской ЦРБ. Кроме того, в ближайшие дни ожидаются новые поставки ПЦР-тестов и лекарств для амбулаторных больных. И данные из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 39 752 человека. Из них 32 617 выздоровели, 506 человек госпитализированы. Есть такая профессия – букву «законно защищать». Наш следующий репортаж повествует об истории, в которой справедливость восторжествовала имени благодаря стараниям сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии. Ахмат Халкевич продолжит. История жительницы республиканской столицы Лейль Магияевой в определенной степени типична, и таких примеров немало. Девушка попала в ДТП, и ей был причинен весьма весомый материальный и моральный ущерб. Суд хоть и обязал виновника аварии возместить потерпевшие все затраты и выплатить компенсацию за ее страдания, но исполнять решение суда он не спешил. Виновник ДТП, имея возможность выплатить единовременно и в полном объеме всю сумму возмещения материального и морального ущерба, начал всячески уклоняться. Сменил место работы, перестал пополнять банковские счета. В отношении должника был применен комплекс мер, направленный на понуждение должника на исполнение своих обязательств. Он был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации. Было также обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на счету должника. Также было установлено, что он трудоустроен. Было обращено взыскание и на его заработную плату. Далее при проверке имущественного положения должника был обнаружен земельный участок, принадлежащий на праве собственности должнику. На это имущество было вынесено постановление о запрете совершения действий по регистрации. Дела, в которых имеются обязательства по возмещению материального ущерба или морального вреда, причиненных преступлением, относятся к категории особо сложных производств, продолжает судебный пристав исполнитель Шамиль Кокупшев. Сложности в большинстве из них неизбежны. Но задача судебного пристава исполнителя как раз и заключается в том, чтобы, несмотря на все ухищрения уклонистов, довести решение суда до исполнения. И в этой истории, благодаря исчерпывающим и целенаправленным действиям Шамиля Кокупшева, вся взыскиваемая сумма была зачислена насчет потерпевшей единовременно и в полном объеме. Я хочу поблагодарить сотрудников управления за оперативное исполнение своих обязанностей и хорошее отношение к людям. Федеральная служба судебных приставов. Это наименование, впрочем, как и многих других силовых структур, вызывает отнюдь нерадостные ассоциации у тех, кто не хочет жить по закону, а тем более и по совести. Тем не менее, в задачах органа нет цели карать нарушителей закона. Как всем известно, даже из школьного курса по общесознанию, права и свободы одного человека не должны их ущемлять у другого. Деятельность службы направлена исключительно на исполнение воли буквы закона, дабы ни у кого не возникло соблазна уйти от ответственности. Ахмат Халкевичев, Ислам Урумов, Вестикорожаево, Черкесия. Сегодня в региональном отделении «Единая Россия» прошло награждение и вручение сертификатов на получение денежных премий победителем Всероссийского конкурса следопытских работ школьных музеев. Подробнее расскажет Корча Биджеев. Цель конкурса – возрождение следопытского движения в школьных музеях, общеобразовательных организаций и привлечение подрастающего поколения к исследованию, изучению и сохранению военно-исторического наследия. Главное – хранить память о подвигах тех, кто погиб, защищая Родину. Участники представили свои проекты следопытских работ, достижения отрядов, среди которых поиск воинских захоронений и ранее неизвестная информация о подвигах и судьбах бойцов Великой Отечественной войны. Патронаж памятника воинской славы, сбор информации о найденных личных вещах и документах. Если сегодня они продолжат эту работу, то историческая память о тех событиях исказится и будет утеряна, отметил региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Альберт Зугаев. Эта работа, конечно, будет продолжаться. В прошлом году этот конкурс, где номинатами стали два наших школьных музея и два отряда. В этом году мы приглашаем принимать участие. Еще, правда, не знаем, какой будет направленности конкурс, но от активности самих людей на местах зависит качество работ, которых мы будем представлять на федеральном уровне, и их количество. Поисковой отряд «Авангард» Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкеска стал победителем конкурса «Неизвестный солдат» и лучшим среди регионов Северо-Кавказско-федерального округа. Номинации «Лучшая следопытная работа» городского школьного музея. Мы учим своих детей на примере патриотизма наших предков. В принципе, так и надо. Надо учить на героизме именно тех, кто погиб за нашу родину. А у нас очень много героев, если честно. Второе место в номинации «Лучшая следопытная работа» сельского школьного музея экспертная комиссия присудила поисковому отряду следопыт школьного музея аула Жако Хабесского района. Если дети будут знать историю прошлого, беречь сегодняшний день и думать о завтрашнем будущем, я не сомневаюсь в том, что из этих ребят, сегодняшних школьников, вырастут достойные сыны Отечества. Всего участия в конкурсе по восстановлению страниц истории приняли школьные музеи 69 регионов страны, из которых жюри определило 16 победителей. Деньги пойдут на развитие и содержание школьных музеев. Карча Биджиев, Руслан Харченко. Вести Карачаева, Черкесия. Ну а сейчас узнаем, какой будет погода на завтра. Сло нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 3-8, в горах до 13 градусов мороза, днём 2-7 выше нуля и местами минус 3 плюс 2. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 5-7, а днём 4-6 градусов тепла. В городе Черкесск пройдёт белорусская распродажа. Обувь, куртки, буховики из натуральной кожи. Скидки до 70% с 16 по 20 февраля. Центр развития предпринимательства. Улица Горького, 8. Это «Большие вести» в прямом эфире, и мы продолжаем. Сегодня в Колледже индустрии питания, туризма и сервиса Черкеска состоялось торжественное открытие регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. Он проводится при поддержке главы правительства республики. Организатором регионального чемпионата является Министерство образования и науки Карачева-Черкесии. Как построена программа, направленная на повышение качества подготовки молодых профессионалов, что даёт участникам и каков их настрой, узнавала Альбина Ламкова. Сегодня праздник у ребят, а всё потому, что стартует региональный чемпионат молодые профессионалы. Для его участников наступил серьёзный и значимый этап в жизни. Кирилл Пруцкой в прошлом году был волонтёром на конкурсе, а в этом решил уже попробовать свои силы в поварском деле. Я с детства хотел стать поваром. Этому поспособствовали много сериалов, фильмов. Мне понравилась эта профессия, и решил прийти сюда учиться. WorldSkills любим студентами ещё и потому, что даёт возможность проявить себя в выбранной профессии, реализовать себя в любимом деле и быть востребованным на региональном рынке труда, что является одной из ключевых задач проводимого конкурса. С детства очень любила готовить и всегда как-то фантазировала и придумывала свои новые вкусы, десерты. И этот конкурс позволит мне реализоваться в своей профессии. Задания, которые выполняют участники, составлены в соответствии с требованиями высоких международных стандартов. В соревнованиях регионального чемпионата наблюдается положительная динамика. Будут представлены 22 компетенции. В прошлом году их было всего 16. Будут принимать участие более 120 студентов, непосредственно из профессиональных колледжей. Впервые в конкурсе будут пробовать свои силы молодые юниоры, учащиеся с 9 по 11 класс общеобразовательных организаций республики. Состязаться будут по трем компетенциям. Кондитерское дело, администрирование отелей, медицинский и социальный уход. Участвовать будут 160 экспертов из числа мастеров, педагогов, сотрудников данных колледжей. А также у нас будут принимать участие независимые эксперты и ведущие эксперты. Я хочу пожелать нашим экспертам в первую очередь, чтобы была объективность в их судействе. Ну а нашим детям всем победы, достижения. Поскольку данный конкурс, конкурс профессионального мастерства, он является большим стартом в их новую профессиональную жизнь. Победа на региональном этапе – это только часть пути, которую предстоит пройти победителю. Затем призёры будут участвовать на национальном чемпионате молодые профессионалы. В этом году он пройдёт в конце мая в Мордовии. Альвина Ламкова, Олимбастанов, Висик, Карачаево-Черкесия. Поздравить со столетиями жителей Карачаева-Черкесии и ещё больше узнать об истории, культуре и быте братских народов, выходцев из нашей республики. Ныне проживающих в северной столице пришли петербуржцы на выставку «Культура без границ», которая открылась в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга. Репортаж Алла Динаева. В Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее, одном из самых крупных в Европе, открылась выставка в честь столетия образования Карачаева-Черкесии «Культура без границ». В церемонии открытия участвовали председатель Эльбрусо и Дана Невеса Гет Биджиев, руководитель Абхазско-Абазинского конгресса Муса Экзеков, представители правительства Петербурга и многие другие. Плать приветствовать вас от имени главы Деспублики Карачаева-Черкесии Арширина Презвеча-Тиморезова и Народного собрания парламента Карачаева-Черкесии. Карачаева-Черкесия по праву гордится родным краем самобытной древней культурой, именами и достижениями многих поколений предков, вписавших яркие страницы истории Отечества. Искренне рада приветствовать от имени правительства Санкт-Петербурга. Поздравляю всех присутствующих уроженцев Карачаева-Черкесии с этим юбилеем. Также хочу отметить, что Карачаева-Черкесия является, как мы уже говорили, одним из самых красивейших регионов. Для уроженцев Карачаева-Черкесии, ныне живущих в Санкт-Петербурге, эта выставка имеет особенное значение, потому что мы сегодня, находясь в Санкт-Петербурге, стараемся органично влиться в те традиции, в культуру и самобытность Санкт-Петербурга. И также, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы те традиции от горских народов, особенно жители Карачаева-Черкесии, чтобы они тоже были известны и почитаемы жителями Санкт-Петербурга и всеми приспитерами очень всеми нами любимого оттокрасического музея. Организаторы отразили традиционную культуру от середины 19 века до 30-х годов 20-го и в какой-то степени изменения, которые произошли уже после. Музыкальные инструменты, предметы мусульманского культа, войлочные и ковровые изделия, костюмы, образцы золотошвейного искусства и многое другое можно увидеть на выставке «Культура без границ». Разрабатывая концепцию, мы ставили задачу, как представить некие общие закономерности по культуре народов региона, которые были выявлены, установлены музейными этнографами-специалистами. Ведь Российский этнографический музей уже более 100 лет ведет изучение и публикование фондов по культуре Северного Кавказа, говорили организаторы выставки. Представить в публике, привлечь внимание общественности удивительно многообразной, удивительно экзотичным, очень красивым культурам Кавказа. Подобное мероприятие в престижном этнографическом музее в культурной столице, безусловно, содействует укреплению межкультурного межнационального диалога и сплощению народов России в целом, говорили на мероприятии. А окунуться в уникальные традиции и богатейшую историю народов, проживающих в республике, можно в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге до 17 апреля. Таким был понедельник Карачао-Черкесия. Прямо сейчас премьера фильма «Холодные берега». Приятного просмотра и ждите вестей. Продолжение следует...